Предметы быта, традиционные наряды, украшения, письма и фотографии – это лишь малая часть экспонатов, которые сегодня можно увидеть в Народном музее истории и культуры карачаевского народа. Все это собиралось буквально по крупицам силами местных жителей и, конечно же, человеков, чью честь и назван музей. Сосланбек Юнусович Дженебеков внес неоценимый вклад в развитие родного Учкулана и благодаря его стараниям удалось создать место, где хранится история карачаевского народа. Здание-то само музейное. Это первая светская школа карачаев. Оно было открыто в 1878 году. То есть здание сохранилось, само здание. Ну, потом, когда сделали какой-то ремонт, он уже был открыт в 1995 году в этом здании, как музей начал существовать, но с этого дня он как бы и не закрывался. Экспонаты обновляются, приносят. Мы тоже, если кто-то обещает, едем, забираем. После капитального ремонта в музее оборудовано четыре зала с тематическими экспозициями. Особой популярностью у туристов пользуется выставка национальной карачаевской одежды, где можно увидеть и хорошо известные бурки, и платки ручной работы, и, конечно же, старинную обувь. Особый интерес у нас вызывает вот эта обувь. Она как бы идет двойная. Сапоги кожаные в калошах. Значит, девушки, когда шли на вечеринке, значит, ходили и заправляли обувь калошей, шли, чтобы не испачкать обувь или погода, если какая-то не такая, чтобы под дождь не попасть. Значит, снимают они эти калоши, прячут куда-то, танцуют в сапожках. И когда уже идти домой, они заправляют. Вот они очень интересуются. Все берут, прямо фотографируются. Особой гордостью данного музея является традиционная горская комната 19 века, где центром экспозиции является вот такой вот очаг. Именно здесь раньше собиралась вся семья. И обязательно рядом должен был присутствовать вот такой вот таз и кувшин для совершения омовения перед намазом. Также в этой комнате можно найти традиционную люльку, карачаевскую, бешик, кухонная утварь и текстиль. Еще один экспонат, привлекающий немалое внимание посетителей, вот такой вот старинный Коран. Но, пожалуй, самое уникальное творение, которое здесь хранится, это вот такой вот ковер ручной работы, который был в свое время выполнен местным учкуландским мастером. Посетить музей может любой желающий, причем совершенно бесплатно. А еще вы при желании можете передать в пользование музея новые экспонаты из предметов старины, что хранятся у вас дома. Мадина Лайпанова, Роман Нагаев, Архез 24.